Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в студии очень известный, в последнее время в Казахстане популярный историк Виктор Иванович Казадой, доктор исторических наук, профессор Букихана Вет. В этом амплуа его знают и научная общественность, историческая общественность, ну и молодежь Казахстана. После выхода книги Алихан Букихана «Человек. Эпоха» вы в очередной раз подняли небольшую волну интереса к Алашу Орде и ее лидеру, представителю национальной интеллигенции Казахстана Алихану Букиханову. В общем, в принципе, да, много известно о вашей работе, были многочисленные интервью, видео, встречи, презентации, которые проходили во многих городах Казахстана, России, Новосибирске, в Санкт-Петербурге. О чем хотелось бы поговорить? Ну, у меня впечатление после книги. Я вам уже с вами делился. Какая-то недосказанность. Вот чувствуется, что да, книга хорошая, насыщена материалами, фактами, вашими выводами, все аргументировано, все четко, но вот чувствуется, что что-то вы недосказали или недописали, или вот какая-то мысль у вас осталась невыраженной. Вот я не знаю, это мое личное мнение. Как вы думаете, есть то, о чем вы не сказали в книге? Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, спасибо, что пригласили. Всегда очень приятно с вами общаться. Спасибо. Отвечая на вопрос, ну, наверное, какие-то там недостатки, все это может быть, или неудоваренность определенная, когда люди ожидают чего-то этакого, чего-то не получают. Это тоже вполне нормально. Но здесь надо понимать и исходить из ряда моментов. Я над книгой работал два года, набрал целый ряд и кучу материалов, в том числе ранее не введенного научного оборота. Да, за это вам огромное спасибо. Отдельное. Спасибо. Дальше ты становишься, ну, я имею в виду, как автор, да, перед неким выбором. Надо иметь в виду, что я же не работал по какому-то государственному заказу в каком-то научном заведении, где можно приходить, тебе зарплату платят, да, и годами там сидеть. А в социальных сетях люди сомневаются, а это чьи интересы там защищает Виктор Иванович? Это люди правильно делают, что сомневаются. Для этого людям надо сначала книгу прочитать, а потом уже по конкретике говорить, что там так, не так. В целом, да, что он там нужно писать, вообще не наш там, и слушать его не надо, как бы. Ну, дело не в этом, тем более я всегда говорю, что у меня не было цели писать для читательской аудитории Казахстана. Я писал для, для себя, по крайней мере, цели поставил, для русской научной общественности, российской научной общественности, потому что в России не было ни одной книги до этого. Я посчитал это неправильно, что фигура такая значимая, она не только для истории Казахстана, но и для истории России, потому что в тот период времени это была наша совместная история. История Сибири. История Сибири, да, очень важный момент, что меня сильно интересует в этом плане. Нельзя было это сделать. То, что так все закрутилось потом с Казахстаном, да, ну, это некие такие побочные эффекты. Ну, как бы побочные, но другой эффект. Ну, не запланировано, как бы. Более того, я вообще как бы об этом не думал, да, вот. Если бы я сидел, ну, так я там фразу какую-то сделаю, чтобы там понравилось тому, а потом вот эту фразу, чтобы этому понравилось. У меня вообще-то тихо не было. Ну, как говорил мой научный руководитель, мы для кого книги-то пишем, да? В первую очередь, сами для себя, чтобы самому разобраться в этой теме. И я из этого, как бы, во многом исходил. Ну, конечно, какую-то аудиторию я представлял там, да. Научная общественность, любители, потому что язык от этого делал. Ну, не более того, как бы. Второй момент. Надо иметь в виду, что это все равно научная монография. И там не может быть какой-то воды, каких-то своих домыслов, художественного вымысла. Любой факт должен подтверждаться документами. Ну, конечно, это же не художественная тема. Да, и поэтому у нас есть определенные ограничения. Если у тебя нет документов, то, извините, ничего не получится. Уже после выхода книги я нашел еще некоторые моменты, да, что касается биографии, но уже после этого. Это обычное дело. Здесь, конечно, автор всегда становится перед выбором. Либо положить жизнь там, десятилетиями готовить, стараться там все время улучшать. Но, исходя из принципа, что лучший враг хорошего, да, это можно бесконечности заниматься, непонятно, чем это все закончится. Я исходил из того, что, да, у меня накопился некий объем материала. Я думаю, что мне казалось, он важный и интересный. В том плане, как бы, что ранее был не введен научный оборот. Делаешь это, как некий задел. Ведь тут ситуация ведь не в том, чтобы, да, вот именно я этим дальше занимался. Я ведь не монополист, на что-то, да, у меня таких мыслей не было. У меня там в книге, да, несколько идей, я там несколько посылов делаю. И там даже пишу, что вот по газете «Казах», например, да, что, ну, выражая надежду там скромную, что, может быть, молодое поколение, там, казахстанских ученых или российских, будет дальше разрабатывать эту тему. И я показал, как мне кажется, где надо дальше искать. Но в силу того, что это не является темой моего исследования газеты «Казах», ну, их касается раненционных вопросов. Вот в таком плане, в этом смысле, да, конечно, есть некая недосказанность там, что объемы какие-то ограничены и темой, и временем. Вполне возможно, и, ну, я не считаю, что это так уж большой грех, так сказать. Надо исходить из того, что было сделано до тебя и твоя работа, ну, моя работа, да, это является неким шагом вперед или нет. Ну, я думаю, что да, в силу того, что видел целый ряд научных там, научный оборот информации, это все равно будет полезно. Появится еще что-то, да, какие-то мысли. Ну, можно делать второе издание, дополненное, измененное, как там, отлежиться там лет 5-10, если мы будем все живы-здоровы. Почему нет, да? Ну, да, будем живы-здоровы, силы хватит, возможности опять-таки, тогда можно будет все это дело дополнено. Вы упомянули, что у вас есть определенный багаж еще информации, которую вы хотели бы дать жизнь, да, раскрыть ее. Может быть, даже представить Букиханова в каком-то ином амплуа или, скажем так, показать его более человеком жизни, общества, есть со своими какими-то переживаниями, взглядами, идеями. Будет ли книга Алихан Букиханов 2? 2-0. 2-0. Да, я сейчас как раз работаю над... Это даже не продолжение. Это как раз я хочу сделать издание про Букиханова в таком научно-популярном жанре, чтобы не утомлять там читателя ссылками, сносками, какими-то эпидемическими терминологиями, архивными документами, подписами, фондами. То есть там в основе будут все те же самые научные данные, никаких непридумок, но через мое личное восприятие. Это, по сути, дело, если вы... Ну, вы человек молодой, наверное, не знаете. Это я уже древний, как мамонт. Была такая Мария Ташиньян. У нее были целые сборники там таких, это про Владимира Ильича Ленина. И все эти работы назывались «Лениана». И одна из них, как она описывала, как она работала над этой темой. Ну, она давно уже жила там. Методичка, да? Методичка. Да, я так подумал, думаю, ну, почему бы нет, собственно говоря. Я там два года работал, какие-то моменты выпустить именно через... Как я пришел к этой теме, над чем я там думал, что меня там волновало, как я постигал. Ведь здесь вопрос ведь не только в Алихане Бутиханове. Я через это пришел к изучению истории Казахстана. У нас очень много там всяких дебат было, что там говорить, у нас там немало людей глупых, Россия начинает говорить, что да, там у них никогда истории не было, ничего там не было. А мне уже это бесит, понимаете? Потому что я тут же в Россе, так сказать. По Бутиханову я вообще могу... Кстати, вы с этими постами очень четко конкретно парировали такие выпады, за что вам огромное спасибо. Именно вот поддерживали независимую позицию Казахстана о ее истории, о том, что у нас были государства и не только в Средневековье, но и в древности. Спасибо большое. А вот это дело-то не в спасибо, не потому что я там хочу к ней, потому что я все время исхожу с точки зрения объективности, научной объективности. Если я вижу, что это не так, то почему это... Но другой ученый промолчит, другой может быть похлынется, а вы же отвечаете и аргументированно отвечаете. Нет, я так не могу, потому что вот мы там беседуем, да, ребята вроде такие нормальные, кто-то просто по недомыслим, кто-то непонимаем говорит, я вообще противник вот этой теории европоцентризма, которая была навязана в свое время нам в учебнике, она к вам пришла, и я, например, с недоумением отношусь, почему у вас-то следует этой теории, которой вы-то вообще не живете. Россия-то столько поскольку, а Казахстан-то вообще никакого отношения. Но в свое время там латинские монахи написали европейцы, писали о Европе для европейцев, с точки зрения европейцев, почему мы, люди, живучи в Азии, должны следовать за ними. Мне это вообще клое, как бы непонятно даже. Они же когда писали... По чьей прихоти. В средние века они не знали каких-то многих вещей. Для них все это были варвары, азиаты, борды, бочки, бочки, божи, еще чего-то. Но понятно, они писали, их осуждать нельзя, они с своей точки зрения не писали, с точки зрения своего понимания, божественной, другой. Но прошли уже века, почему мы-то должны следовать этому, тем более, что это не совсем так. И я, например, мне говорят, ну что ты там, европоцентризм, ругаешь, вот если бы вся же там культура, все достижения это европейские, вот были бы там восточные для нас, да, мы бы тогда вот смотрели, я бы, ну извините меня, куча целая. Но если взять Китай, например, это порох, бумага, чем мы каждый день пользуемся, собственно говоря. Шелк, чай, там компас, ну это вот мировые такие, где у каждого часа даже там есть, как бы, ел позицию, как мы сейчас определим без компаса. Китай, плюс кинги-печатание, на тысячу лет раньше, чем в Европе. Там, алгебра, это уже чуть позже, да, и говорили, я говорю, а кочевники, то говорить о том, не пользуемся. Каждый божий день у нас мы пользуемся достижениями кочевников. Все буквально. Это, говорю, штаны, брюки. Не только мужчины. Там, я говорю, какая там Европа, вы о чем говорите? Ну это так вот. Которые в тогах ходили. Да, без штана, я говорю, единственное, что могли показать, голую задницу, говорю, больше ничего, вся Европа, вся ваша цивилизация. Ну мы так парируем, как бы, там с вами. Это меня потом натолкнуло на идею, там работать по истории Сибири, как бы, в этом отношении. Это ваш следующий проект, История Сибири. Заметил несколько вот интересных ваших взглядов, мнений об этом. Это можно подробнее? Это тоже меня натолкнуло на эту идею, потому что, как бы там ни было поразительным, но по истории Сибири есть только одно фундаментальное издание, это пятитомная история Сибири 1968 года под руководством Академика Акладникова. Но уже прошло, ну сколько уже? Полвека больше. Полвека больше. В научно-популярном жанре тоже ничего нет. Я и скажу из чего. Вот я в книге тоже об этом писал, что в школе, в институте нас учили, в большей степени мы изучали историю древней Греции, древнего Рима, там еще средневековая Европа, где там они ходили, те рыцари, и так далее. А это все так, поскольку-поскольку, как-то говорили про Восток, на мой взгляд, мне оказалось, что это абсолютно неправильно, потому что все более и более так погружаясь. Ну я, по крайней мере, узнал, что история богатая, насыщенная событиями, она ничуть там не беднее. А по истории Сибири вообще ничего нету с точки зрения такого научно-популярного. Есть много хороших, качественных, интересных монографий, работ, но они все по узким темам, по какому-то локальному, а в целом представления нету. Тем более, что эти монографии зачастую противоречивают друг другу, ученые там спорят, и такого представления тоже нету. И в результате у нас получается, что история самая интересная это Рим, Греция, Франция, Англия, не Восток, не Сибирь, и я почитал, что это неправильно. Где Рим, Греция, и где Сибирь? Все-таки действительно Восток, наверное, оказал на огромнейшее влияние на историю Сибири, чем Рим и Греция. я вот сейчас заканчиваю первый том, это древнейших времен появление первого человека на территории. Кстати, один из путей был как раз территория Казахстана. Люди шли сначала до Казахстана, потом, ну, территория, потом дальше пошли. 800 тысяч лет тому назад, страшно представить. 800 тысяч лет тому назад. Сибирь не является историей про Родину, Там есть одна из версий, но она еще мало доказуемая. Ну, всегда нужны источники. Но вы поработайте над этим. Нет, смысл такой, как бы. До нашествия Чингисхана, империи Чингисхана, это получается там, ну, чуть меньше полутора тысячи веков, и во все эти процессы были очень сильно задействованы юг Западной Сибири, вообще юг Сибири. Тем более, что Западная Сибирь это же часть там и степь, и лесостепь. И вот это все громадное пространство, ну, можно, как гумиле, евразийское пространство. Что вообще входит вот в понимание Сибири и в вашем исследовании? Ну, моем исследовании это вся территория Зауралья, что гора, до океана? До океана. До океана. Принцип такой, ну, термин был Большая Сибирь, потому что это только уже в конце 19 века поделили ее на Сибирь и Дальний Восток. Ну, я рассматривал, что это как единый процесс в этом плане. И вот это вот... Единая такая историко-культурная общность, да? Да. Ну, там, конечно, битвы были. Две крупные земледельских империи, Китай и Византия, и вот между ними вот это громадное пространство евразийское, где проходили... То есть без Византии никак, да? Нам нельзя ее упускать, потому что те же кочевники, гунны, Великое Переселение Народов, я-то показываю, что на территории Сибири и вообще вот на этом пространстве зарождались процессы мирового уровня, которые определяли вообще ход мировой истории не с Европы, а наоборот, как бы в Великой Переселении Народов, да, когда там 300 лет они шли, дошли, отнулись своими копьями в стены Византии, постучали, дали денег, они дальше пошли и все там делали, и европейский историк до сих пор много помнит с ужасом, что гунны пришли, да, Атилла, там, еще что-то такое. Вот так вот, но это же кочевники приходили, сподоводы, как бы в том плане, то есть вот между двумя этим пространствами, А Иран, Туран? Это чуть южнее, они участвовали тоже в этом процессе, Иран, он в большей степени воевал с Византией за эти пространства, там ситуация какая была, ну, по сути дела, полторы тысячи век, действовал вот эта магистраль Великий Шелковый Путь, и во многом история народов, государства, она была вокруг этого, кто будет владеть или контролировать этот Великий Шелковый Путь, я, например, сам для себя выяснил, что часть, там северные были ответвления, это Шелковые Путь шли по Сибири, завоевывали постоянно юг Западной Сибири, вот Алтай, и там вокруг этого не стало абсолютно понятно, потому что там были роды, медные, железные, золото, и каждый каганат, который образовывался, в первую очередь они завоевывали как раз эту территорию, потому что это дань железом, оружие без этого никак нельзя было, это было качественно, то есть, по сути дела, такое ВПК с того времени, кавличе, но это вот от меня, например, совсем рукой подать, где мы жили, плюс там же целый ряд каганатов, сначала Хунская империя, потом им на смену пришли Жжанский каганат, потом Тёртий каганат, уйгурский, значит, каргийский каганат, это же целая эпоха была, где образовывались, как бы они там между собой взаимодействовали. Отдаете предпочтение какому-то из этих каганатов, или вы их ставите и рассматриваете всех одинаково? Я в порядке периодизации, у каждого были свои, так скажем, исторические заслуги, мягко говоря. Что касается Тёртийского каганата, я там у себя уже писал, что как ни крути, как там выкручивайся, но это все равно была держава мирового уровня, мирового уровня того времени, о чем говорят, потому что вот вы, кстати, сказали про Иран, Византию, ведь Тёртий каганат добился таких результатов, что не Китай там очень сильно патриотировали, с другой стороны туда доходили, на запад, и уже вот эти мощнейшие державы мирового уровня, они пытались взаимодействовать с Тёртийским каганатом, привлекая на свою сторону, как союзников, Византия воевать против Ирана, Иран пытался против Византии, потом и те, и другие объединились, воевали против тёрков, тюркского каганата. Государств было не так много, но это была держава мирового уровня, потому что в Европе еще была вся в Загуле, мягко говоря, Западная Римская империя рухнула, там какие-то протогосударства, государства малюсенькие, грязные зачухи, они между собой тамбились, какого-то влияния не имели, а главные процессы именно здесь проходили, и туда шли, на Запад и довольно серьезно занимались, упирались, конечно, в Византию, в Византию всякие другие игры принимали. Киргизский каганат, я там согласен, что терминология такая была, велика державе, там очень много теорий, которые там расходятся, это вообще наши сибиряки, как и югуры, значит, киргизы были, на Енисеи, енисейские киргизы, тоже очень любопытная, очень интересная история, как было там отношение, все это пространство. Ну вот на Дальнем Востоке там были целый ряд таких государств очень интересных, в частности, государство Абахай, которое оказало в культурном плане очень сильное влияние на Японию, на их музыку, на театр, который до сих пор действует, вот эти традиции, все происходит. государство давно погибло уже там. На свой след в культуре человеческой оставили. Да, в истории, но их там селком там разбили, потому что всегда там такие проблемы были. Сначала быстро достигает пика, и потом так же быстро рассыпались. Каганаты тоже где-то лет 150-200, то меньше некоторые были, долго не удерживались. Этому тоже объяснение есть, как бы так, просто долго. Но я бы хотел посмотреть и показывая, что на территории Сибири было очень много государств, очень многие были задействованы. И освоение с точки зрения Руси, оно началось не с Ермака, а где-то с 11 века, это новгородцы, которые северным путем шли морями на этих лодках, доходили до Обии, до Енисея. по одной версии, это уральская исследовательность, что до Енисея доходили, поднимались вверх, до Байкала, из Байкала даже в Китай доходили, то есть отдельные такие пути. Ну, я к чему, что это не такое представление, что до Ермака ничего не было в Сибири, было такое либо лес, либо тундра, и они пришли на голые места. вот, вот, то есть здесь действительно, я тоже об этом думал, покажете ли вы, что территория Сибири была не просто освоена, а занималась активной ландисской веков жизнь? До Чингисхана я такой этап взял, потому что Чингисхан, его потомки, Золотая Орда, это следующий этап, он такой большой, глобальный, вот это вот, так скажем, первоначально, это 13 веков история, это очень много там источников таких было и там делают, много исследователей занимаются, но видите, в силу специфики развития нашей науки, да, у нас там есть свои феодалы, которые считают только свою точку зрения, а все остальные они там как бы занимаются, я говорю, как и есть, это импонирует, но есть очень много источников, да, они в интернете, в библиотеках, ну, там какой-то исследователь, ему сдают монографию нам, стой, гемля, ну, естественно, они никуда не доходят, другие там купируют, как там могут ресурсы, деньги, там, еще что-то, и своя, так сказать, вот, тусовка. мусорь у меня была такая, как вы представите эту книгу, это будет научная монография, или научно-популярные знания, я хочу, я хочу это сделать для широкой публики, понимаете, мне, вот, чисто там, научном, да, желание, добиться признания в какой-то там среде, мне уже этого, в принципе, не надо, и смысла никакого нет, дождаться того, чтобы какой-нибудь уже слабоходящий академик сказал, да, вот это нормально, да, нормально, мне хочется, чтобы это было уже для народа, для публики, для молодежи, да, мне уже нету, там, стремления делать какую-то карьеру, ни административную, ни научную, даже в силу возраста, я давно это уже все пережил, ничего там хорошего особенного нет, если я там был, я знаю, да, я могу сказать, знали, плавали, знаем, мне есть чем сравнивать, мне гораздо приятнее, вот эта компания, исторических деятелей, с которыми я могу уже фактически с глазу на глаз на равных говорить, как вот так, и я хочу показать, что здесь были, во-первых, в Сибири у нас были государства, города, что отрицалось, это все давно доказано уже, как бы, но надо просто... Но не сказано, да? Но не сказано, что были очень крупные политические деятели, ну, например, основатель там империи хонов, Маде, что вообще фигура такая, где в Европе такой фигура найти, там, по легендам, и по другим, и много там основателей, например, европейского каганата, тоже там, сколько легенд красивых и прочее. Я говорю, вот на самом деле, вместо того, чтобы следовать за европоцентристами у нас и у вас, почему-то, не знаю, все хотят какого-то признания, чтобы там европейские, по плечу похлопал, так сказать, ну, нормально, давай там, ерунда, конечно, но все равно. Зачем? Это можно было бы сделать, наверное, я не знаю, ни один сериал, где там все эти юрцерские походы, они просто были бы малоинтересны, как бы так, потому что очень богатая, насыщенная история. Ну, не знаю, может быть, у меня еще такое воображение, очень богатое, я когда пишу там какую-то тему, я все это представляю, я веду, как действительно сериал, как фильмы, потому что стоит просто задуматься, да, вот даже по данным, вот всех кочевников, там ученые посчитали, было около одного миллиона, а Китай, например, да, там изначально 50 миллионов, то есть какое-то время 100 миллионов, и на протяжении веков китайцы не могли там окончательно не покорить, не уничтожить, вот представляете, там, да, веками там где-то дань платили, доходило до того, что да, кочевники, ведь китайцы, они пытались там как-то защититься, и вот эту стену построили, не помогла, там, армия куда-то, ну а те что, на конях прискакали, там, порубали в пустыню, пехотинцы пока добегут там до этой пустыни, дальше не могут, как бы, и опять ждут, когда в следующий раз на них нападут, там, и это веками все продолжалось, как бы, а потом уже, когда некоторые, густарцы там были уже сильными, они впадали, Китай разрушали, ну, условно говоря, те платили им дань, это ведь тоже, Китай, это же не просто так, да, с точки зрения современного, и это было довольно, ну, не то, что часто, но это действительно было, это действительно история, в условиях вот той геополитики, это действительно было, да, но вот потом хоны, перешли, когда они же шли тоже, Тересибирь, Тересалтая, Тересибирь, Юг Сибири, туда уже, в Европу, к Волге, где там перемешались, с местными населениями, с Ограми, стали гуннами, и уже в Европу, и там давай всех кошмарить, а вот, там вот, понимаете, вопрос-то какой, когда вот, с точки зрения югоцентризма, вот гунны, они уже, по сути дела, если так откровенно говорить, они же были оболганы, просто оболганы, что это, ну, такие дикари, в звериных шкурах, там, да, с дубинами, там, да, не знаю, кулаки были, не были, там, да, шаблоны так сделали, врага, зверски, да, это понятно, почему, потому что все другие народы, которые там бились, они были уже христианами, и делать из них, какой-то исчадия, да, ну, как-то уже, банахам не надо было, другое дело, а гунны, да, да, хотя, если мы посмотрим источники, это вот, и западный, там пишет монография, тот Аттилу, у него там шатер был, шелковый, в Европе этого не было, ел он там с посуды, золотой, серебряный, там, этикеты, двора было, все у него там, ну, все эти, дворцы такие, так скажем, шатровые, все это было, то есть, свой протокол был, закон, порядки, да, нет, это, конечно, вот, у нас, например, бывает там дискуссия, говорит, ну, что там у них никогда истории, государства не было, как не было, был государство совершенно другого типа, так, чего и государство, опять-таки, не европейского типа, а почему они должны быть все европейские, вот вопрос, был глава государства там, хан, падишах, каган, каган, там, неважно, кто еще там, эбир, много там еще было чего, да, был аппарат, была бюрократия, писем, потому что все записывали, налоги, там, перепись населения велика, переписка, дипломатическая переписка, международный там, протокол действительно, этикет свой был, армия, сбор налогов, подати, так сказать, защита отечества, границы определялись, это были естественные границы, гора, пустыня, река, не было поставлено этих самых пограничных столбов, что это за показатели, и в наше время не везде есть пограничные столбы, то поставят их, спилят, еще что-нибудь делают, почему это должно быть главным критерием, мне это непонятно, да, есть сейчас разработки ученых, с точки зрения теории государства, рассматривают, да, это такое земледельское государство, и кочевое, и это вполне нормально, ведь проблема-то в чем, да, когда смотрят с той стороны, не видят знакомых критериев, говорят, ну, это, значит, недоразвитые, или вообще ничего там не было, как бы там, когда это еще, очень ущербная оценка для ученых, ну, абсолютно, да, ну, это же тоже, оно, главенствует, в этом отношении. Я вот думаю, Виктор Иванович, что в данном труде, по истории Сибири, особенно, что касается вот этого периода, вами выбранного, это древности, раннее средневековье, наверное, очень важно использовать источники, да, а здесь источники какие? А Сибири, наверное, больше китайских, да, источники? Китайские, отчасти тюркские, но очень мало, как бы. в данном случае, что Китай должен выступать каким-то, как... Но письменная история, она идет с конца третьего века до нашей эры, очень много издана переводного на русский язык, буквально, знаете, когда начали, это давно идет изучение, где-то середины девятнадцатого века. Вот Джан Цань, да, вот путешественник был, который побывал и у Хунов, и у Эджи, и у Кангюев, и первым принес вот эти сведения, и они были уже записаны. Знаете, тут такой нюанс, я сам-то, это не мое собственное исследование, я беру исследование других ученых, как бы вторичная монография, там работая, и моя задача вычленить оттуда информацию про Сибирь, взаимодействие, да, саму Сибирь, саму территорию, потому что, ну, они там пишут, там, про Восток в целом, там еще что-то, вот, я перелопачиваю всю эту работу, в единое, не опускаясь до источников, получается, да, именно на исследование? Ну, я не могу читать на китайском, я честно признаюсь, как бы в этом плане, и суть не в этом, то есть, цель моей работы, она все-таки в другом, показать, что до Ермака была здесь жизнь, она была бурная, она была известная, событиями, что это было единое пространство, вот это невразийское. Я хочу вам сказать, знаете, вот даже у меня в таком плане идет, я, вот, выявляя какие-то принципы, да, отношений между кочевниками, степняками и земледельческими культурами, это две цивилизации, да, очень такие крупные, которые там могут быть еще на какие-то подведы, или цивилизации, я стал гораздо лучше понимать, например, события, которые делал мой главный герой, любимый, Букиханов, то есть, я стал подходить к событиям уже не с точки зрения 20 века, а из глубины веков, я для себя вывод сделал, что он был очень традиционен, он очень хорошо знал традиции, действовал именно вот с точки зрения традиций кочевников, скотоводов, я стал лучше понимать вот эти позиции, например, такие непростые, начало 18 века, взаимоотношения, там, вхождение Казахстана, или присоединение Казахстана, тоже все было очень традиционно, как это все веками происходило, в разных кочевниках, ну, не все, как бы, очень многие вещи, они мне становятся более понятными, потому что я, например, изучал историю Казахстана, там, вот период, такой сложный, как там, что, почему-то, Казахстана себя вели, почему они сами просились еще чего-то, а когда начал еще дальше уйти, оказывается, это постоянно была такая ситуация, с другими, там, племенами, ну, они же обменивали, там, внешняя политика, надо было людям выживать и как-то строить отношения с соседями, и когда там что-то начинали, по Букихону, я говорю, надо же собственную историю знать, он ничего такого, излишнего-то не делал, наоборот, опирался на традиции, да, на традиции, то есть, это как раз говорит, вот, как раз, может быть, отвечая на ваш вопрос, сейчас, в ходе, некая недосказанность, что он как раз учитывал, понимал, наверное, там, с молокоматерью воспитывал все эти вещи, и понимал, что в отношении народного бодра можно делать, чего нельзя делать, как себя вести, как проводить, у него очень традиционное, как было вот такое восприятие, хотя, конечно, он впитал в себя и юрскую культуру, и европейскую культуру, впитал, но вот это начало, Тереново, оно очень сильно в нем сидело, то есть, сильно, да, это то, что впитывается с молокоматерью, да, я надеюсь, что после издания вашего научно-популярного труда по истории Казахстана может быть все-таки Сибири, да, Сибири, то сейчас все историки его что-то напрягутся, да, а почему бы и нет, а не замахнутся ли нам, я как-то написал, если мне вдруг придет в бане, придет в голову идеи писать историю Казахстана, то у меня уже половина материалов есть, я имел ввиду, что было бы хорошо, если бы сибирская научная, как бы, общественность занялась бы именно фундаментальным, как бы, исследованием по истории Сибири, там очень много проблем, как бы, с этим сообществом, тем не менее, я думаю, что этого не будет, у нас, знаете, вот есть такой анекдот, было, что люди раньше работали на оборонном заводе, оружие делали, а потом начали делать швейные машинки, и они запчасти воровали, дома собирали, говорят, ты как, не собираю эту машинку, все время пулемет получался, так и у нас тоже самое, начинают что-то писать, да, вроде, ну, проект, да, обобщающий, а кроме как сборника статьи, ничего не выходит, вот, понимаете, как бы, все прикрывается, там, регалиями, там, академики, прочее, читать невозможно, потому что, ну, как невозможно, я могу читать, конечно, да, я понимаю, заставляя себя, да, заставляя себя порой через силу, особенно вот эти вот периоды, да, я там даже назвал, как будто, могиловедение, вот они ковыряют эти могилы, да, и вместо какой-то картинки, красивой, да, вот, как вот, там, про древнюю Грецию, да, это же красиво, мы же это помним до сих пор, все, вот мы раскопали там такую могилу, там, череп смотрел туда, ноги туда, значит, там такие черепки, а вот в этой могиле, там вообще пальчики оближешь, там мы еще ту-ту-ту-ту-ту-ту-нушли, да, и где? сплошная некрофилия, как бы, с деньгами, нет, я понимаю, где Геракл с его подвигами, да, 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 где подвиги, где там, где обобщение, и когда вот такой том, я там посмотрел, последнее, там, да, академически сделали, там, ну, даже заключения нет, понимаете, потом, там многом говорит, просто так вот, сляпали, сляпали. Все, что было, там свои взяли. Я все-таки хочу сделать маленько по-другому, чтобы для широкой публики, потому что у меня в фейсбуке там своя аудитория образовалась. Мне постоянно «давай, давай, давай». Я вот посмотрел действительно по Букиханову. Он меня просто натолкнул, в том числе и на эту работу. Не он сам, конечно, работал над этим. И занимаясь рукописью второй книги по Букиханову. Я там, как говорю, вторая книга по Букиханову, я там начинаю с начала 19-го года, как вот меня втянули в это дело, я втянулся. И потом показываю просто в том числе методы работы, как я искал, потому что отбросив ложную скромность, мне удалось найти много документов. Причем там, в новых источниках, где искали десятки людей уже, в том числе. И они не смогли найти. Ну, тут ваш интересный метод поиска документов, которым у вас научил ваш учитель. Профессор Осипов. А профессор – это глава. Ну, я думаю, что его тоже кто-то научил, и многие там как бы действуют, но далеко не все. И я думаю, что, может быть, и для молодых там специалистов это будет полезно там посмотреть, как старые уже мастодонты работали, как бы в этом плане делать. Потому что это, на самом деле, довольно ценно, в институте этому не учат. Ну, нас пока не учили, мы бы сейчас учат, я не знаю, как бы. Ну, если тогда не учили, то сейчас тем более не учат. Это ведь очень большое дело. Найти там, где все искали, мы могли найти и найти там что-то новое. Это, конечно, с точки зрения эмоций, очень сильно открыть что-то для себя. И само удовлетворение. Ну, естественно. Ну, мы все люди тщеславные, мы можем работать либо за деньги, либо за славу, в силу того, что с деньгами тут напряженно, да, остается только вот заниматься такими вещами. Ну, да, это ведь как решение какой-то сложной задачи, которую многие там решали, не могли решить, а ты пришел и решил, да, это очень, но это не всегда же получается, на самом деле. Над чем ты бьюсь и там не можешь найти, а иногда это что-то получается, да. Вот я как бы занимался по Бутиханову, да, я посмотрел там, он то-то, то-то такие посты занимал, и у меня тут с вашими коллегами, с нашими коллегами на Казахстане, я говорю, почему вы так, ну, я так маленько, занижаете роль и значение Лихана Бутиханова, у него же степень влияния была гораздо больше, конечно. Нельзя его делать просто региональным таким политиком, это же все-таки империя была, которого там и Польша входила, и Украина, и Финляндия, и вообще влияние там на всю Восточную Европу было, и он был там один из ведущих, ну, может быть, не самый ведущий, но, по крайней мере, в контр-элите он точно был, и в руководстве крупнейшей оппозиционной партии, неспроста же его потом из Минска дернули и сделали. И вот я хочу все это показать, и в книге там как раз можно включить такие моменты, которые нельзя было писать в монографии, потому что не было документа, а в таком жанре я могу себе позволить какое-то эмоциональное участие, импровизацию, ну, не совсем импровизацию, как бы представления какие-то, мысли, версии такие больше, так сказать. Я думаю, там дойти и какие-то моменты истории в Казахстане сделать. То есть моя задача, наша главная задача – молотба и хлебоздача. Хочешь быть передовым – сеть квадратно-гнездовым. Хорошо. Показать людям, что это действительно богатая история, какие-то зацепки сделать, чтобы смотрели, меня уже там читают, как будто уже просят. Вы понимаете, ведь вам, наверное, это тяжело понять. Вот когда приезжаешь и начинаешь людям рассказывать про некого Бутиханова, о котором мы никогда не слышали, и они не знают, да, и тем более, там, из Казахстана, там, не из России, да, и это вызывает интерес, это моя главная задача, значит, она решается. Вот знаете, у меня был действительно такой очень момент, очень сильный эмоциональный. У меня есть корректор женщину, такого уже возраста солидного, и она корректор ошибки учитывает после. Ну и мне надо было с ней решить вопрос, я к ней приезжаю, она выходит, все, мы там вопросы порешали, я говорю, ну, для поддержания разговора больше, из вежливости, я говорю, ну, вы хоть сам текст посмотрели, или только запятые, там, все, да, что вы, Виктор Иванович, конечно же, я, говорит, два раза уже читала. Я, как-то хочу вам сказать, что он мне понравился гораздо больше, чем ваш предыдущий, Гучков Виктор Иванович. Вот у меня такая версия. Какая оценка. Я говорю, так, она говорит, а вы знаете, я, говорит, когда дошла до того момента, когда его арестовали, значит, там, допрашивали, потом расстреляли, вот, говорит, не поверите, я, говорит, даже, говорит, заплакала, мне, говорит, так его стало жалко, говорит, я, говорит, так, как-то выжилась, говорит, в образ, все. Ну, вы представляете, да, простая русская женщина издалека льет слезы над книгой. Это, дай бог, каждому пережить там автора. Это талант. Ну, хотелось бы верить, что-то, конечно. Ну, я постарался. Или эмоциональная женщина. Ну, это хорошо и то и другое. Спасибо. 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 Спасибо.